Побеждают коммунисты, побеждает народ. Кандидат от КПРФ Владимир Винниченко выиграл на выборах депутатов Законодательного собрания Омской области на 4 округе. Не скандал с пересчетом голосов, не административный ресурс, не деньги главного конкурента, самого движенца, поддержанного партией власти Ярослава Казаченко не помешали коммунисту победить. Своего оппонента он обошел на 8 голосов. Подробности в нашем сюжете. Избирательная кампания для коммуниста Владимира Винниченко сложилась очень напряженно. Началось все с того, что рекламные организации отказались размещать его баннеры на округе. Зато агитация самовыдвиженца, поддержанного партией власти Ярослава Казаченко, сверкала на каждом углу и во всех автобусах общественного транспорта. Затем случился скандал с подкупом избирателей, который, правда, областная избирательная комиссия не заметила или не хотела замечать. И это несмотря на то, что на видео был зафиксирован факт передачи конфет на общественном мероприятии. Дальше больше. В активную агитацию включились КТОСы и старшие по домам. В комитетах территориального самоуправления хранилась агитация Ярослава Казаченко. Активисты движения «Протестный Омск» с поличным поймали председателя КТОС за «Озерный-2». А люди, которые приходили на выборы, не скрывали, что голосовали за Казаченко по просьбе старших по домам. В принципе, я и не собиралась идти, потому что не знала, кому и предпочтение дать никого, я их не знаю. Но у нас старшая по дому настоятельно порекомендовала прийти поголосовать из-за Казаченко. На всех избирательных участках четвертого округа были установлены электронные урны для подсчета голосов, так называемые КАИБы. Соответственно, ничего не предвещало, что будет ручной подсчет, ведь результаты оглашает машина. Время голосования в стационарном режиме истекло. Однако ближе к полуночи случился скандал. На тот момент стало понятно, что с небольшим отрывом побеждает кандидат от КПРФ Владимир Вениченко. Но на одном из избирательных участков была допущена ошибка. Члены комиссии неправильно завершили работу КАИБа. В итоге экстренно была собрана территориальная избирательная комиссия по советскому округу, которая приняла решение вручную пересчитать все бюллетени на округе. Отрыв Вениченко составлял всего 8 голосов. А потому ночью, когда наблюдатели ушли с избирательных участков, результат мог повернуться совершенно в другую сторону. Люди уехали, фактически у нас наблюдателей на местах не осталось. И в их отсутствие была дана команда на пересчет. То есть были опасения, поэтому большие нас посогнулись с проблемами. Мы вынуждены были людей мобилизовать, попросили вернуться назад на участки. Но в итоге после пересчета результат остался прежним. И об этом на следующий день объявила территориальная избирательная комиссия по советскому округу. Это колоссальная работа Владимира Алексеевича Неченка и той команды, которую он сумел вокруг себя организовать. Ну и было решение, поддержка в первую очередь Советского райкома работа, Первомайского райкома, других Кировского райкома, Ленинского райкома, других районных комитетов партии и общественных организаций, которые сам, опять же, Владимир Алексеевич сумел вокруг себя организовать и подтянуть. И вот эта тяжелая, кропотливая работа, я знаю, в каком режиме он работал. Он прекрасно выступал на дебатах, успевал проводить встречи, успевал проводить пикеты, успевал проводить встречи с избирателями индивидуально, по жалобам работал. Она дала свой результат. Теперь все необходимо воплощать в жизнь то, что мы пообещали нашим избирателям. Мы получили в ходе кампании более 300 наказов, основные проблемы, которые кричащие округа. Теперь необходимо добиваться их разрешения. Это непростая будет задача, но мы с задачей возьмемся. Необходимо работу с населением, с избирателями, пожалуй, поставить, вывести на новый уровень. Мало кто верил, что кандидат от КПРФ сможет победить на четвертом избирательном округе. На округе, где властвуют нефтезавод и его представители. Победа коммуниста Вениченко оказалась показательной. А мечи устали от лжи партии власти. Они хотят перемен. И никакие деньги не смогут заменить им справедливость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова